Число запросов с формулировкой «Как признаться в любви» в поисковых системах резко увеличивается ко дню всех влюбленных. Люди интересуются, как правильно показать свои чувства, чтобы их не отвергли. Большинство действует проверенным способом «Цветы» и «Валентинки», но некоторые проявляют изобретательность. Я вызывала такси поехать подружке и поругалась со своим молодым человеком. И когда я вышла, села в машину такси, оказался таксистом не таксист, а этот молодой человек с подарками, сюрпризами. Какая реакция была на «Валентин»? Ну, было приятно, конечно, что кто-то проявил интерес к моей личности. Да, это было приятно. Женщина должна чувствовать себя любимой не только 14 февраля, уверена актриса Виктория Максимова. Обязательно нужны, обязательно надо любить друг друга и ценить друг друга каждый день. И самое главное – время, жизнь свою тянуть и наслаждаться ей. С ней согласна коллега по цеху и соседка по гримерке Татьяна Наумова. Девушка преподает в институте и каждый год в День всех влюбленных получает валентинки. Говорит, связано это не с любовью конкретно к ней, а скорее к собирательному образу актрисы. Подарки здесь ни при чем, и мне кажется, что праздник может быть и признание в любви каждый день. Любовь – это наука, а если быть точнее – химия, уверена София Шарипова, кандидат химических наук. Много написано о химии вкуса, о химии запаха, а есть и о химии любви. Человеку очень сложно жить. Еще Хаям сказал, я спрашивала судьбу, кого же любишь ты? Она в ответ – сердца, где радость, вечно дома. Поэтому хочется, чтобы люди были радостными. Тогда, собственно, и работа ведь совершенно другие результаты имеет. В современном мире, когда у человека много работы, планов и дедлайнов, любовь – это необходимость. Она вдохновляет, поддерживает и придает сил человеку, уверены эксперты. Сегодня многие выбирают себе пару через интернет. Психологи советуют при виртуальном знакомстве не откладывать встречу на потом. Есть риск разочароваться в своем собеседнике. Первое, на что стоит обращать внимание при первой встрече – на свои чувства. Если симпатия не появилась сразу, это не ваш человек. А вот Марсель и София Абдул-Валеевы опровергают мнение специалистов. Они знают друг друга с детства. Сначала не было никаких чувств, а четыре года назад поняли, что любят друг друга. В символическую дату решили создать семью. Мы хотим, чтобы каждый год отмечали и День влюбленных, и День нашей свадьбы. В День всех влюбленных ЗАГС не мог обойтись без сюрпризов для молодоженов. Сегодня в лучшеме брака скрепляются 19 пар. Предварительно все они предоставили свои совместные фотографии и любимые стихи. Тенденция вступать в брак 14 февраля снижается с каждым годом, говорят эксперты. Теперь в моде символические даты с красивыми цифрами. К примеру, в этом году бум ожидается 20.02.2020 года. То есть в следующий четверг. К примеру, в Теремке в этот день планируют провести 44 торжества. Мария Левина, Николай Епифанов. События.